И классные новости. Иван Филоненко, смотрите, очищает от березок на рожьих поля. Переспахали уже. Это вот за Коровинкой. Я Коровинку проехал. Вон она у меня сзади. Крестовки километров 12, наверное. Сейчас остановлюсь, вам покажу здесь. Вот они поля. Вон березки. Вон Коровинка. Будет сеять. Сейчас специально остановлюсь, даже покажу вам. Загнушу уазик. Ой, я поехал в сторону вертарки на развозку. Вот видите, вон какое поле. Вот березки заросшие. Вон какое поле огромное. Распахали. Вот будет или пшеничка, или рыжик, может быть, или горох. Потом посмотрим, чего он посеет. Молодец. Вот у него там в деревне Вятки фермерское хозяйство. Мужики работают, человек там не знаю, 10-15, наверное, уже. И вот у него полностью туда вот все поля уже распаханы до Пахомова. То есть от этой трассы 15 километров в сторону Чунов. Вот такая красота. Для нас радость. Вселяет надежда нас, жителей, предпринимателей, что здесь будет у нас жизнь. Потому что ребята у него работают на такторах, пашут, сеют, убирают. Потом зерновые там и разные посевные площади. Водители, даже женщины работают у него на рыжиковом масле. Производство очень вкусное, популярное. Всю зиму народ писали, заказывали. Вот такая красота. Утро. Июль, середина 2023 года. Вот я проехал километр. И вот еще одно поле. Вон куда идет, она огромная просто. И вот началась ребенка новая. Это в прошлом году делали. Вот такая ровненькая. Такие дороги хотя бы нам везде бы. По Кыштовскому району, до Межовки. А то такая дорога только до Нового Майзаса. Скорость у меня почти 60. Такие у нас березки. Жирно-зеленые такие. Там Иван-Чай цветет, гляньте. Нынче очень много его. Вот простота такая едешь. Поля. Так, вот еще километр 3 проехал. Смотрите, еще поле огромное какое. Из этой страны. Это уже скорее всего Трушков. Фермер, который работает в Новомайзасе. Он Кыштовский, но смотрит какое поле. Уже или осенью будут сеяться, или весной. Новые посевные. Уже не будет пожаров. Соответственно, вот. Сухой травы, сухостоя. Вот видите, едешь. Такая красота. Прям герои. Фермеры Кыштовского района, я считаю, герои настоящие. Благодаря им будет район жить. Вот сколько спахали. Это тяжелый труд. Я знаю, что у него есть К-700, 2 или 3. Это уже не МТЗ, это мощнее трактор. Вон еще поле, смотрите. Вот это Иван-Чай. Вот они березки, лес. И вот еще поле. Смотрите, какое огромное перепаханное. Прям радостно. Все заросшее было здесь 30 лет. Вот следующая полоса. Это все будет хлебушка. Может быть, там овес будет или ячмень, не знаю, что, рыжик. А вот поле, смотрите. Это уже ранее перепахано, посеяно несколько лет. Здесь уже сходы взошли, смотрите. Оно такое огромное. Так, получается, заеду на бугорок. Глядите. Так что Кыштовский район потихоньку пожелает. Желательно, чтобы наши губернаторы и президенты, всякие разные, давали трактора новые. К-700, МТЗ, гусеничные современные трактора какие-нибудь. Завод построили по производству гусеничных тракторов мощных, современных. Получше германских, американских. Этим надо заниматься. Чтобы наши ребята не уезжали из села, а жили в деревне, работали. Здесь воздух чище, но работы нет. А будет работа и будут люди жить. А то в город поуехали. Кто на стройках работает, кто охранниками. Ипотеки там эти платят. Живут в маломальских там квартирёшках. 20, 30, 40, 50 квадратов. В загрязнённом воздухе. Вот смотрите, у нас какая природа. Воздух чистейший просто. Даже небо у нас в третьем городе. Голубей. Кучерки красивые. Такие новости классные. Свежие вам 2023 лето. Вот шмаковку проезжаю. Здесь такая речушка красивая. Глянь, и поле Иван-чая просто огромное. Огромное шею. Такие мостики у нас построены. Много где в районе. Клава богу. Очень крепкие. Вот он, уезж в шмаковку. Установочки нынче так вот подделали. Где крышу поменяли, где побелили. Кузлевятки тоже сделали. Так, ну вот, добрался я до Нового Майзаса. Сейчас у меня тут два адреса будет на разгрузку. Труба для печки. Мебель какая-то. Посмотрим сейчас. И вот, смотрите, покажу вам хозяйство Дружкова. Кстати, вот он, насколько я знаю, Назем скуртовал и продает. Так, кому надо, обращайтесь к нему. Точно не знаю, продает ли. Ну, вроде сказали мне, что продает. Вот у него коровник здесь. Там у него техника. Сейчас мы верну там налево, на Новом Майзаса. Такая у нас пылюга. Из щебенка летит. Конечно, нужен асфальт. Вот человек. Тину набрал, что ли? Да, Тину набрал. Наверное, гусятам или утятам. Болотце там. Вот какая щебенечка у нас, смотрите, крупная. Колеса повреждаются только так. Колесо стоит на УАЗе 12 тысяч. Тоже остановка, смотрите. Довижу отсюда даже. Поберили, отремонтировали. Новом Майзасу. Новом Майзасу. Новом Майзасу тоже здесь щебенка. Я уже показывал вам. Видите, как классно стало. Раньше такие здесь были колеи. Вот в советское время надо было это все делать, когда люди здесь жили. Нисколько практически не делали по Каштовскому району. Коммунисты. Валеные. Сейчас и то дороги лучше стоят. Видите, какая ровненькая, щебеночная. Александр Павлович молодец, сделал глава. Десантник. В Майзаске. Дров привезли свежая. У меня улица школьная будет. Школьная двенадцать. У меня список дачи везти. Дорожка, как говорится, хоть боком катись. Мусорные баки стоят. Цветет тоже красиво. Здесь такая вот трава. Доктора есть такие свеженькие более-менее. Володя живет. Центральная, центральная. Школя, наверное, здесь, скорее всего. Почта России. Чуданы гуляют. Памятник есть. Организация, видите. Пап. Зарос травой. Это что тут, наверное, садик или что? Да, вот оно школьное. Написано, указатель есть. Сюда, значит, наверное, скорее всего. Здравствуйте. Труба уже вам, да? Ага. Сейчас задом сдам. Ну, там, кстати, хаб сделали. Ну, вот, в Чернаковку заехал. Речка, мостик, фаб новый. Еще начинал его Саша. Шадрин строить. Участник СВО. Дай Бог тебе, Саша, здоровья. Сын тоже у него участник. Тут длинная улица. А мне в конец. Сам и туда ехать. Кабашево-Маргарите. Этот дом интересный. Смотрите, опять. Колонка. Народ поливает. Шланг под куфири. Тут тоже мои постоянно клиенты живут. Тут заброшенный дом. Потом мне еще на вертарку. А это дом интересный. С качелей. С такой качелей. О, какой же он красивый. С садом из качелей деревянной. Кулябинская улица, 39, дробь 2. Вот этот дом. То ли с этой стороны, то ли с той. Непонятно. Ну, сейчас разберемся. Люди должны ждать меня. Пока там развернусь. Подъеду они уже... А, ну вот, 39, 1 написано на большом ящике. Значит, наш вот этот домик. Как раз там развернусь. Или там проехать вам показать. Какой дом красивый, гляньте. Ладно, проеду, покажу вам там. Там, по-моему, можно проехать. Точно не помню. По-моему, можно. Ну, все, разгрузили. Мебель, ДСП, как это, ОСБ. Вот такой домик, видите, с широким окном. В общем, здесь можно проехать, я спросил. Они курочки гуляют. Тут давно не видел курочек черноковских. Вон там чуханы черные, смотрите. Зависные. Что, помучаем их? Кабаны. Намазались, видите, сохнут. Кайфует. Вон там какая-то штука. Гляньте, с флагом. Еще и сетка играет, однако. То есть, ребятишки там играют. Напишите комментарий, кто знает, что это такое. Кто не стесняется написать. Дорожка туда идет. Лесная. По-моему, мостик. Ага, проедем здесь. В легкую. Вот так люди живут. Таким видом, смотрите. Техника есть. Десятка. Четверка. Т-40. Что-то еще какая-то там техника. Потом на речка сюда идет. Только лину какая. Надо уже брать, печкой замазать. Обычно белые мажут. Там, гляньте. Рязка. Вот те люди. Которые привозил конфлик. Все путем аккуратно. Заборчики новенькие. Жить можно. Где они живут? Вот домик аккуратный. Вот аккуратный. Заборчик новой. Что, может по той улице проедем? По этой мы уже ездили. Вот не знаю, проедем, не проедем там. Здесь я ни разу не ездил. В общем, там загорожено. Скорее всего, скот пасется. Ладно. Непонятно, куда она выходит. То ли в лес, то ли на ту улицу. Поедем здесь. Напишите комментарий, пожалуйста. Куда выходит улица эта. Я почитаю и потом так-нибудь проеду. Вот чуханы тоже. Вот домик старинный. Чухан чешется. Смотрите. По-хорошо ему, как. Ой, по-холосу. Некие цветочки у народа здесь. Вон лежат, смотрите, как. Виде, какое лицо у него. Безмятежность. И курица охраняет его. Надо спутать. Какой находка будет. По фото. Квартиречек есть. И лужа хорошая. Вот там свиньям здесь дрова привезли. Да, здесь дорога, конечно, ужас. Тоже надо полностью эту улицу шебенить. И тут тоже. А то немножко въезд заделали. Хотя бы тонким слоем. Грегером выровнять и тонким слоем. Нам больше не надо. Никакого асфальта нам не надо. Пока. Пока мы не требуем. Хотя в Германии, во всех деревнях, все в асфальте. И вот таких луж там по-любому нет. И вот таких зданий, я думаю, что тоже нет. Мы уже живем, как живем. Уже полжизни прожили. Там дальше видно будет. Вон та улочка. Помните, этот дом как-то я снимал. Кстати, про бабушку узнал ту, которая в этом доме. Ты помните, я снимал ее? Сейчас я там проезжал. Большой дом-то с окнами. Она умерла. На память поснимал ее. В прошлый раз. Она что-то как-то плохо говорила. Больная, видать, была. Болела. А такая я была физически здоровая еще по виду. Может, ковид подкосил. Наслаждение сейчас у многих. Скорее всего, это искусственно придумаем. Придуманная болезнь ковид. Прям биологическая война. Все уничтожаем, уничтожаем друг друга. Нет, чтобы самогон купить. Да в ванне париться, как я говорю. Дружить вместе всеми странами. Все кого-то делим, конкурируем. А народ гибнет от этого. Народ все мы. Мы сырье для них, для всех. Ценности никакой не представляем. Такая остановочка. Сейчас лево пути. Так, маме налево, на вертарку еще. Памятник из СССР, гляньте. Еще один. Еще один. Еще один. И вот еще. Дорога такая ужасная здесь, короче, смотрите. Качка, право, еду. 30. Высота, царя. Дорога, еду. Качка, прыгает. Греть, это давно тут не было. Не дайте. Дорога. Кикали. По краюшку еду, по тут маленько более-менее. Так, ну вот он. Дом героя Волкова. Вертарка. Магазин уют. Я опять взял хлеба. Смотрите. Выберу такой, да? Он прям горячий. Ну что, не подавитесь там свиной на мляки. Класс. И Наталья Бакарева, здесь работа продавцом. После этого у меня еще сыр. Такой сыр российский. Такой у меня обед сегодня. Ну и так мы победили американцев. Теперь у нас не Coca-Cola. А Добра-Кола. Добрый. Кстати, еще вкуснее. Видите, с каким видом я кушаю, обедаю. А воздух у нас чистый. И доман какие-то гранди. Там бабушка набрала тоже. Продуктов пошла. Время уже ближе к обеду. Сирочек. Наталья Бакарева, там, сестра Артема Кривцова. Артем у нас был. Я сегодня там не пришел. Дай Бог, выжил. Слава Богу. Доброводец ему ходил. Молодец. Так он. Дай Бог здоровья Артему, героя. И его пацанам, сыновьям. Жене Наталье. В родину Артема, Гефтарта. Без родителей живет. Но ничего, я для него, как я смогу сказать, поддерживаю его, стараюсь. Помогал тоже ему НСВО. Но, как мог. Это Гефтарта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...